Всем привет, с вами Ростиксон, и сегодня я расскажу про свою покупку, а именно про увлажнитель Китверд 28 на летний. Обычно я снимаю видосы про криптовалюту, но тут особый случай, а совет только для моих подписчиков, так что подписывайся. Всегда можно заработать, главное потратить деньги на нужные вещи, чтобы потом оглядываясь назад вы не жалели о своих тратах. Также важно понимать, что если вы сегодня можете себе что-то позволить, то не факт, что сможете позволить себе это в будущем. Поэтому, заработав на криптовалюте, я фиксирую свою прибыль и всем советую. Поэтому я и покупаю то, что давно хотел, но почему-то откладывал покупку. Небольшая предыстория, почему я решил купить себе увлажнитель воздуха? А потому, что в моей прошлой школе они стояли в каждом кабинете, и мне очень нравилось дышать паром. Впрочем, мне нравится делать это и сейчас. Кстати, все ссылки на покупку и на мои соцсети будут в описании. Зачем нужен увлажнитель? Так, ну мне-то просто нравится дышать паром, но к этому еще и идет то, что гораздо меньше пыли, что особенно полезно для аллергии. Это как раз я. И улучшается кожа, лучше спишь. И наверное, что понравилось мне больше всего, это воздух улучшился и стал более приятным. Вот поэтому я давно уже хотел купить себе увлажнитель воздуха. И купил Китворд КТ-2801. И сейчас расскажу о нем поподробнее. Итак, я посмотрел много обзоров и понял, чем кардиниально отличаются увлажнители. Первое это цена, второй объем воды, ну и третье всякие там навороты. Лично я выбирал именно по этим параметрам. Объем воды у моего освещителя 3,5 литра, и этого полностью достаточно. А теперь перейдем к наворотам. При работе увлажнитель всегда показывает температуру в комнате и влажность. Это очень удобно. Но влажность я ставлю обычно на 10% выше, чем я хочу сам. Мне больше всего нравится функция таймера. И можно поставить таймер на 1 час, 2, 4 и 8. Также мы можем регулировать туман. От единицы до трех. И самое главное, мы можем устанавливать влажность от 50% до 95%. И с шагом 5% передвигать влажность. Кстати, с влажностью надо быть аккуратным. Ведь влажность должна быть от 50% до 60%. Если этот показатель будет превышаться, то может образовываться плесень. Но влажность легко контролировать, так как мы ее видим на панели управления. Также есть очень удобный пультик, на котором доступны те же функции, что и на панели управления. Еще можно было купить увлажнитель с управлением с телефона. Но мне такой не нужен, и мне с головой хватает пультика. Пользоваться им легко. Чтобы залить воду, просто снимаем эту часть, откручиваем крышку и заливаем воду. Я это делаю раз в день, два. Также можно поднять эту крышку и добавить туда ароматическую смесь. И тогда еще и будет приятный аромат. Но я этим не пользовался, так как получил увлажнитель недавно. Но я уже планирую протестировать эту функцию. Также есть ночник, но мне он не нужен. Увлажнитель почти не издает звуков. Раньше у меня был фонтан с увлажнителем. Красивый такой, но он шумел сильно. Здесь же такой проблемы нет. Также ссылка на покупку увлажнителя будет в описании. А также в описании будет ссылка на мои соцсети. Спасибо за просмотр. Я буду благодарен конструктивной критике в комментариях под видео. Это мой первый обзор на мои покупки, так что не судите строго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!